здравствуй алексей привет привет всем зрителям категорически всем привет обо что мы сегодня давно не виделись да да как всегда болтать будем про музыку про разно я даже боюсь начинать почему потому что такое количество пластинок группы king crimson принес сюда что очень много знатоков я стесняюсь начнут поправлять в комментариях писать что какая-то чушь мне страшно потому что группу все знают все любят почти серьезные люди были крайне серьезные я бы сказал у нас исчезающе мало народу слушала потому что никто не врубал ким crimson да ну а где у нас это где это продвинутый был а мы так гопник какой я продвинутый я парень и скупчимая у тебя были люди вокруг которые слушали тащили всякое советский союз это же в целом-то группа диперпл немножко лед зеппелин квин юрей ахип назарет ну и пинк флойд сюзи квадро еще мелочь но в основном там 5-6 групп сюзи квадро такая каша в голове страшная но ничего страшного на самом деле такая же рок-группа как сюзи лед зеппелин квадро на самом деле ну ничем не отличается бас-гитара гитара барабаны вокал все тебе тот же самый рок-н-ролл не поспоришь с другой стороны просто я не знаю в ленинграде во всяком случае на толчке меньше 50 рублей не стоила пластинка никогда кин кримсон любая поэтому даже не знаю с чего начать сначала идти до конца как говорил козьма прутков страшно 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 ну вот обложечка тебе ну это известнейшая это известнейшая обложечка да это на самом деле автопортрет художника который рисовал эту обложечку барри годбер по моему его при дворе кримсон кинга да да первая пластинка вышла в 1969 году когда был залп просто после знаменитого концерта в гайд парке где king crimson играли с группой the rolling stones бесплатный концерт народу было что-то такое пишут что полмиллиона но я не знаю как там полмиллиона по месяца в гайд парк 500 тысяч вряд ли там было 500 тысяч но народу было много говорят я там не был мне было восемь лет еще в ту пору и виза английской у меня тоже не было равно как и американской против других восьмилетних детей в советском союзе не пускали за границу как тебе известно да да с определенного возраста тоже не пускали нечего там делать 21st century шизоид мэн скидзоид отлично скидзоид у нас не поймут не волнует не волнует слова серьезно даже не даже мне страшно что-то вообще комментировать потому что настолько ну чем хороши подскажи у меня такое ощущение что группа абсолютно всем известная до последней ноты поэтому даже не знаю что что рассказать никак нет народные массы народные массы все знают народные массы лучше нас на это согласен но масса мере я читаю когда комментарии конечно народные массы знают вообще все обо всем причем там начиная от политики заканчивая кулинарии все это кстати народные массы все по праве с одной стороны опасный с другой стороны крайне полезный момент я так как ты понимаешь Как и все в своём уме, неграмма не сомневаюсь, и когда я принялся строчить заметки в интернетах, я такой жизнерадостный графоман, и я напишу, а люди комментируют, как вы совершенно верно подметили. И вот комментирующие люди подходят, Дима, очень интересно, и даже местами смешно, но вот то, что у тебя написано вот про это, это не так. И заметка вроде интересная, но это как мазок к говном, ты зачем это делаешь, я напрягся, и в общем-то, через некоторое время ты сначала дай почитать умным людям, которые в этой области разбираются, они тебе скажут, что там и как, исправь, как тебе говорят, и тогда текст станет лучше, либо не лезь ни в какие дебри, в которых ты ни хера не понимаешь. Я тут записал крошечный ролик про группу The Beatles, и столько прочитал интересного в комментариях потом, столько интересно. Причем все одно и то же, и я даже знаю, какие книжки читали люди, две, из двух книжек, Алексей, вы все сказали не так, все было по-другому, и цитируются эти две книжки. Я даже знаю эти две книжки, в конце концов, я уже написал, ребята, уже надоело, я больше не могу. Смотрите комментарии ниже, я там уже ответил. Одна из них... На первые десять поправок я вдумчиво отвечал, потом вижу, что все одно и то же идет, из какой-то такой полусоветской литературы информация. Одна из них Хантера Дэвиса, нет? Или ты не помнишь? Нет, Хантера Дэвиса не было, не цитировали. Это была первая, которую я прочитал. Цитировали какие-то интернетные всякие эти самые домыслы и вымыслы. В общем, в 68 году английский гитарист Роберт Фрипп записал с товарищами пластинку, которая называлась Джайлз, Джайлз и Фрипп. Название точно я не помню этого альбома. Он у меня был. Невероятно скучная и неинтересная музыка. С большой претензией. Гитарная. Такая псевдо-классика, псевдо-авангард, псевдо-джаз. И слушать невозможно, на самом деле. Хотя люди за этой пластинкой гонялись, я помню. И многие до сих пор ее ищут, покупают, ставят на полочку. Что это Роберт Фрипп. Это почти Кинг Римсон. Ну, невозможно вообще. Какая-то дурь просто. По-моему, просто дурь страшная. И после этой пластинки не хочется слушать дальше Кинг Римсон. А, это тот же парень, который Джайлз и Фрипп. Ну, там... Все понятно. Нечего там. Ловить нечего. Ну, неожиданно парень собрал коллектив и стал играть по подвалам. По мелким клубам, по подвалам. И играл так громко, что его выпустили на сцену вместе с Роллинг Стоунс в Гайдпарке. И они вломили вот это вот. После чего сразу пошли предложения от разных звукозаписывающих компаний. Ян Макдональд. Клавиши и всякие духовые инструменты. Грег Лейк. Всем известный. Бас-гитара. И вокал Майкл Джайлз. Тот самый из Джайлз Джайлз и Фрипп. Ударный. Очень хороший ударник. И Пит Синфилд отдельно поэт. Человек, который писал... Тексты. Удивительные, невменяемые совершенно тексты. И у меня ощущение такое, что Фрипп к текстам относился так достаточно спокойно. Вот чем русский рок отличается от нерусского рока. Что у нас... Про что... Какой текст. Зато какой текст. Музыка говно. Зато какой текст. А здесь музыка. А текст уже дальше. Ля би. И тексты потом... Когда люди начинают переводить... Разнообразную чушь, которая в большинстве случаев поется. Они все равно привязываются к музыке. Эти тексты. И когда очень хорошая музыка, то и текст вроде как... Неплохо. Тоже ложится очень даже неплохо. Но это мои такие россказни. На самом деле, конечно, там люди думали, старались. Ну, и Роберт Фрипп, конечно. Главное, я его не назвал. И понеслось. Значит. 21st Century Schizoid Man. Песня. Открывающая этот замечательный альбом. До сих пор, наверное, одна из... Остается одной из самых таких показательных песен в рок-музыке. Сколько раз ее переигрывали. Сколько раз ее использовали. Вплоть до сэмплов. Кенни Вест, кстати, знаменитый. Знаешь его, да? Кенни Веста. Как мужа Ким Кардашьян. Знаменитый продюсер. И рэпер. И прекрасный музыкант. Он же сэмплировал 21st Century Schizoid Man. У него прямо кусок вставлен... Не помню в какой пластинке. На каком диске. На каком-то из ранних. Начало двухтысячных, по-моему. И там так хорошо идет этот 21st Century Schizoid Man. Потом начинается дальше. Очень здорово. Мне редко, что из этих, кто нынче что-то делает. Редко, что нравится. Не, Кенни Вест крутой. Крутой. Из последнего группа Doors. Riders on the Storm. А там Snoop Dogg. Отбитый наркоман. Очень клево. Сделано. Прямо замечательное. В общем, кто не слышал этот альбом... Я очень рекомендую начать с шизофреника 21 века. Который, на удивление, и по тексту актуален сейчас. Потому, что то, что сейчас происходит... Практически описано здесь в 1969 году. Питом Симфилдом. И поддержана музыкой Роберта Фриппа. Вместе с компанией. Голос Лейка не узнаваем здесь совершенно. Потому, что он искажен каким-то... Фузом. Обердрайвом. Я не знаю, чем пропущен через эти примочки. Такой металлический. Да. Начинается все с шумов. Как водится. Механических каких-то. Потому, что 21 век. Технологии. Все. И врубается риф. Один из самых узнаваемых рифов. Наверное, гитарных. В рок-музыке. Я говорил про песню. Что это одна из самых главных песен. А гитарный риф на уровне рифа Satisfaction. То есть, риф, который остается в веках. Его один раз сыграли. И все. Он в голову запал. Хотя риф очень простой. Как и любой нормальный риф. Хороший. Придумать сложно. Достаточно простой. Запоминающийся. И, казалось бы, все. Казалось бы, попер тяжелый рок. Настоящий. Настоящий хард-рок. Гитарный. С саксофоном сверху. Все так усилено. Здорово. И такая квадратная структура. В общем. Вроде квадрат и квадрат. И этот квадрат потом так развивается. Такой начинается фри джаз в середине этой песни. Саксофонный, гитарный, ударный. Майкл Джайлс на ударных играет. Удивительным образом. Вообще, сейчас я подойду к манере исполнения группы King Crimson. Она, конечно, достаточно удивительна. Потому, что, с одной стороны, все очень сложно. Все, казалось бы, очень выверено. Такой прогрессив-рок. То, что называется у нас. Принято говорить. Прогрессив-рок. Все там придумано. Расписано. Накручено. А с другой стороны, полное ощущение импровизации. Потому, что Джайлс играет на барабанах. Какой-то чистый джаз. Такое ощущение, что просто импровизирует. Ему дали фактуру. Рыбу песни, что называется. И он по этой рыбе начинает второй раз так не повторить. Хоть что-то с вашей фигней сделаю. Вот сыграл. Вот эти массы тысячи нот сыграл. И второй раз так уже не повторить. Второй раз сыграет по-другому. Потому, что невозможно. Какая-то чистая импровизация в ударных. Хотя все, опять-таки, раз и все как-то на местах. Оказывается. Удивительным образом. В общем, это страшная песня. Одна из самых тяжелых песен, наверное, вообще. Тяжелее Black Sabbath всех вместе взятых. И всего остального. И для 1969 года это, конечно, было что-то невозможное. Никто так громко и тяжело никто не играл. Как здесь сыграли эти молодые люди. А дальше начинается I talk to the wind. Проникновенная пьеса. Спетая Лейком нежно. С акустической гитарой. И вроде как все привычно. Все как обычно. Я не знаю. Люди слушали Beatles. Люди слушали всю эту музыку, которая была к 1969 году уже записана. Привычная песня. I talk to the wind. Такая баллада. Замечательная. Потом Херак. Эпитафия. С мелатроном. С грандиозными ударными. Опять-таки. Ударные... Опять эту сетку какую-то. Такую паутину плетут. Не такие ударные, как там Дипепл. Хотя еще не было. Дипепл никакого в 1969 году. То есть был. Но не тот Дипепл был. Такой артроковый. Еще не созрел. Прогроковый такой был Дипепл. Но все равно там жескать уже был в ударных. В ритм-секции уже все так было прибито. А здесь все это как-то с одной стороны рассыпано. Такая паутина из ритм-секции. А с другой стороны все это вместе читается. И мелатрон сверху такой. И вот эта грандиозная эпитафия. Которая перекликается с песней заглавной. Которая закрывает альбом The Code of the Crimson King. The Return of the Free Watch and the Dance of the Puppets. Ну, ее просто называют In the Code of the Crimson King. Для краткой краткости. Потому, что вот это все повторять невозможно. По структуре достаточно похожи эти две песни. Они такие. Такой навал какой-то. Торжественный марш. Как раскаленная лава из жерла вулкана на тебя. Вот так вот течет. И застывает. И ты вместе с ней застываешь. Вот так. Как сидел в кресле. Так тебя лава это накрыла. И все. И ты застыл. И так с 1969 года по сей пору я и сижу. Записано хорошо? Качественно? Записано хорошо. Очень качественно. Записано. На удивление. Потому, что так много здесь музыки. И так все расставлено по местам. Ничего друг другу не мешает. Ничего тембрально не пересекается. Никакой каши нет. Ничего не... Одно другое не закрывает. Талантливые люди. Чтобы вот так вот сразу. Потому, что это беда. На самом деле. Конечно. У всех групп. Наверное. Когда тембрально наезжает одно на другое. Акустическая гитара с тарелками. С медью. Например. Начинает рифмоваться. И все это склеивается. И не поймешь где что. Звучит. Не каждому попадаются. Алланы Парсонс. И Алланов Парсонсов мало. А здесь так все. Так все разнесено. Чудесно. Ну, Moon Child на второй стороне. Тоже та же история. Как и I Talk to the Wind. Тоже такая нежная какая-то. С намеком на средневековье. Какая-то такая балладка. Которая потом уходит неожиданно во фриджаз. Гигантский кусок фриджаза. Чистого. Абсолютно импровизационного. Которую многие считают шарлатанством. Я знаю таких людей. Которые говорят. Ну, вот эта песня. Эта песня. Эта песня. Хорошо. Moon Child. А потом сразу мотать на The Cod of the Crimson King. Потому, что между Moon Child и The Cod of the Crimson King просто какая-то шиза. Просто в студии сели какую-то. Наиграли хрень. И все. А на самом деле, на мой взгляд, один из лучших фрагментов этого альбома. Это как раз вот этот промежуточный фриджаз. Который дает настроение на все дальнейшее творчество Кинг Римса. Вот такая пластинка. Не знаю. Хорошо я рассказал или не хорошо? Начало мощнейшее. Что-то я рассказал. Начало мощнейшее. А финал грандиозный. Все. Да. Все. Берите. Слушайте. Супердиск. 50 рублей в плохом состоянии в Советском Союзе всегда эта пластинка стоила. Дурака, блин. В хорошем состоянии 60-65. У меня переиздание. Меня тут все ругают в комментариях. Что ты таскаешь на водилы? Какая разница. Потому, что их таскать легче. Во-первых. Во-вторых, обложки лучше сохранены. Их видно на камерах. А в-третьих, просто жалко таскать оригинальные пластинки, которые у меня есть. В частности, Кинг Кримсон. Не все у меня. У меня штуки четыре оригинала есть. Обложечки уже такие. В сумку когда суешь, они начинают распадаться. Я бы с твоего позволения напомнил. Когда обсуждали группу Deep Purple, ты присоветовал прикупить новый Deep Purple and Rock, который наконец-то сделали правильно. Я побежал в магазин, купил без промедления. Ну, поскольку мы эту музыку слушаем, лично я, минимум 45 лет подряд, разница настолько драматическая, что как-то новодел, не новодел. Ну, если там гражданин Гловер сидит и лично осуществляет контроль, как это свести, почистить там и всякое такое. Песня... Я сначала диск купил. Хидюк. Там сборник. Песня Burn. Она просто другая. Она и так крутая была. Стала еще круче. Еще круче стало, да. Новоделы ругать не надо. Люди работают. В большинстве своем люди музыку любят. Те, которые занимаются переизданием этих пластинок. А вот эти новоделы, то, что я принес, это вообще Роберт Фрипп делал. Перемастерил. Тем более. Пересводил. Тем более. Следил за качеством. То есть, это все... Я тебе рассказывал, когда купил этот Hair of the Dog Назаретовый. Японский. Месяц. Я его из плейера не понимал. Слушал и наслаждался. Какие ловкие люди вообще. Как вот... Любят. Видно. Любят. Любят. Обвинения не принимают. Здесь даже написано на этих самых новоделах... The 1984 Crimson Classic. Newly cut from master approved by Robert Fripp. Все. Мастер одобрил. Но после записи вот этой пластинки в 1969 году, которая вызвала очень разные, на самом деле, критические отзывы. Один критик писал, что пластинка хороша тем, что между песнями большие промежутки. Все звучит ровно хорошо. Как я уже говорил, записано качественно. Ну, собственно говоря... Ну и по фактуре, по мелатрону, по всему, очень похоже на Moody Blues. Что? Очень неплохо. На самом деле, если говорить о песнях Epitafie и The Code of the Crimson King, они действительно похожи на Moody Blues. Что тут греха таить? Это чистая правда. Про Moody Blues можно отдельно потом поговорить. Это одна из моих любимых групп. И они примерно такую музыку в 1969 году и играли. У них там вот эти пластинки... Не помню. Уже даже в каких альбомах там вот эти вот похожие на Epitafie вещи. Хотя одна из моих любимых групп. Немедленно вспоминается заметка британского критика про какой-то там альбом группы Def Leppard. У песен есть достоинства. Они короткие. Они короткие. И в то же время есть недостаток. Этих песен на альбоме очень много. Ну да. «Tuao Children's Children's Children's». Вот пластинка Moody Blues. Она по звучанию очень похожа на первый Кинг Римсон. Но Роберт Фриб – человек достаточно сложный. Он написал невероятное количество прозы. Не знал. Религиозного содержания. Он сильно верующий? Христианин? Во что верует? Он Гурджиев. Четвертый путь? Да. И у него свой путь. У него пятый путь. Он как бы Гурджиев с одной стороны. А с другой стороны у него своя история. Такое построение жизненного пути. И он такой философ. Я не знаю, с одной стороны, что у него в голове. Что там он думает на самом деле. Потому, что смотришь, когда в Ютьюбе его ролики записаны с женой Тойей. Где они играют песни Sex Pistols. Играют что-то там еще. Веселятся. В каких-то масках кроликов, слонов и алкоголиков бегают. Парень не так прост, как кажется. Не такой у Шона Гурджиев, каким хочет казаться. Не такой философ, за который себя выдает. Понимаешь? Что-то у него внутри такое. Вот. Но очень требовательный господин. Хотя тоже, опять-таки, меня увлечают многие. Что Рыбин в одном ролике говорит одно. В другом ролике прямо противоположное. А я могу сказать, что все так делают. Откройте, например, Евангелие. Все так делают. Где, с одной стороны, про любовь. А с другой стороны, не мир я принес вам, но меч. Как это так? Ну, а про подставь левую щеку, правую щеку. Это вообще можно трактовать? Как точно. Как угодно. Да. То есть, если тебя ударили по левой щеке, подставь правую. Что это значит? Это значит, если тебя ударили по левой щеке, развернись, чтобы подготовить удар. Подставь правую и нанеси удар. Что это они там делают? Евангелие трактуют. Да. Вот. О требовательности мы говорили. То есть, он, с одной стороны, невероятно требовательный. Пришел к названию своей группы дисциплина. Сменив название Кинг Кримсон на дисциплина. До этого мы дойдем. А с другой стороны, в период уже игры с Тони Левиным, и с Бруфордом, и с Адрианом Белью. Он говорил, что я вообще практически ничего не пишу. Мы приходим на репетицию. Я позволяю музыкантам играть то, что они хотят. А потом играю вместе с ними. И у нас получается музыка. То есть, с одной стороны, он требовательный. А с другой стороны, делайте, что хотите. Но в тот момент времени он был, вероятно, очень озабочен. Продвижением своей группы. Как и любой другой музыкант. Что бы там ни говорили о духовности. О чистом искусстве. А двигать группу надо. Продавать пластинки туда-сюда. И, в общем, нажимал, нажимал, нажимал. В результате чего группа распалась практически. И надо сказать, что до 1974 года у него вообще постоянного состава не было. В группе King Crimson. Все время люди уходили. Приходили. Причем в большом количестве. Ушел Lake в группу Emerson Lake & Palmer. Ушел, собственно говоря, Ян Макдональд. И ушел Джайлз. И все. И остался Пит Синфилд, который писал тексты. И Роберт Фрипп. А записывать альбом надо. Пластинка появилась. Несмотря на что. Индевейков Посейдон. Был рекрутирован обратно Lake. Которого Фрипп попросил спеть одну песню. В результате он спел не одну. А тут достаточно много чего напел. Ну, в общем, состав сложился. Майкл Джайлз и Питер Джайлз. Оба вернулись на запись этого альбома. Пришел Кейт Типпетт. Замечательный джазовый пианист. У которого масса альбомов. Кейт Типпетт Бэнд. И... Не помню, как еще у него называется. Но это чистый джаз-рок. Чистый джаз-рок. С уклоном в джаз. Это близко к софт-машин. Такая музыка у него. Ну, очень знаковый человек Кейт Типпетт. Мел Коллинз. Саксофон. Флейта Гордон Хаскел стал петь вокал. И Пит Синфилд, естественно, остался. Единственное ядро коллектива. Это Фрипп и Синфилд. Все остальные пришли. 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 Ушли. Пришли. Опять ушли. Плохих ты, наверное, не звал. Плохих не звал. Плохие не смогут наиграть. Здесь кайф в том, что опять все-таки за барабанами Джайлз. И опять вся эта паутина ударных. А пластинка очень похожа на первый альбом. По музыке очень похожа. И первая песня... Сначала тут Peace A Beginning. Такая интро. С висящими в воздухе голосами. Pictures of a City. Очень похожа на 24-century Schizoid Man. Правда, она помягше. Она такая же громкая. Такая же ревущая. Но помягше. Киненсенд Каскейд. Пошла лирика. И неожиданная такая вещь. CatFood. Которая у меня вызывает очень странные мысли. О том, что фрип очень много умел уже к тому времени. И хотел сыграть все, что он умел. Ему хотелось сыграть. Потому, что тут и какие-то и блюзовые ходы неожиданные. Традиционные. Такие роковые. Которые будут повторяться потом в самых неожиданных местах. В очень сложных пластинках. Ориентированных на фриджаз. На какую-то такую космическую музыку. Уже совсем. Космическую не в смысле там Pink Floyd. Которую я не люблю. Где космоса как раз нет никакого. Вообще даже близко не лежал. А космический в плане последнего альбома Дэвида Боуэя. Black Star. Где черный космос. Уже такой страшный. Черный. Настоящий космос. Вот. И фрип в эту же сторону двигался. И неожиданно какие-то такие про-блюзовые, про-роковые, хард-роковые пьески возникают. Ни с того, ни с сего. При этом сыгранные также с саксофонами. С этой паутиной ударных. Все вроде как сложно. А слушаешь и простая такая песня. Cat foot. Cat foot. Cat foot. Again. Очень странно. Вот видимо. Как-то хотелось все охватить. Или он искал какие-то пути. Я не знаю. Сингл, не сингл. Синглов вообще нет здесь никаких. И быть не может. Ну, то есть, какое-то... Или на радио чтобы прозвучало. Я не знаю. Душа музыканта потемки. Он может говорить все что угодно. В интервью все что угодно. Кстати, я возвращаюсь к тому, что... Сегодня говоришь одно, завтра другое. Все зависит от... Даже не от контекста. Все зависит от настроения. От того, болит у тебя сегодня голова или не болит. От качества чая, который ты пьешь. И от погоды. Я как-то раз слушал интервью одного известного творца. Ему там задавали вопросы. А вот вы три года назад говорили совершенно противоположно. А зачем вы цитируете то, что я говорил три года назад? Сегодня я совершенно другой человек. Я аж подпрыгнул, как ловко съехал. Правильно. Это чистая правда. Передумал. Так оно и есть. Стихия. Натуральный термояд. Я долго думал. In the wake of Посейдон. Это в кильватере за Посейдоном. Да. По следам. Какой смысл? Ну, почитайте стихи. В интернете есть. Может, вы поймете. А лучше слушать просто музыку. Потому, что музыка здесь говорит в тысячу раз больше, чем текст. В тысячу раз. В миллион раз. Как и в любой другой песне. Почему я не люблю, например, русский шансон? Там могут быть удивительные тексты. Глубокие. Содержательные. Трогательные. Волнующие. Но, когда такая музыка идет... Музыка сильнее действует, чем любой текст. Конечно. И музыка сразу... Всю прелесть текста сразу стирает, как резинкой. Просто вот так. Раз. И превращается в какую-то такую хрень. Чем отличается, кстати говоря, Розенбаум от большинства так называемых артистов русского шансона. Я с ним говорил. И было очень смешно. Он говорил, что меня не взяли в КСП. Розенбаум. Потому, что я играю септаккордами. Какой цинизм. Играть септаккордами. Меня эти КСПшники к себе не берут. Потому, что очень сложные аккорды. Не подходишь. Они не умеют. У него есть музыка. Когда он поет... В первую очередь слушаешь мелодию. Слышишь гармонию. И потом уже следишь за текстом. Все гармонично. Все укладывается. Очень хорошо. А вот это когда начинается... Какая-нибудь еще идиотская скрипка. Хоть Шекспира пой. Хоть Шекспира пой. Все равно будет туфта какая-нибудь. У некоторых получается. Как у Александра Яковлевича, например. И Роберта Фрипа. Получается. А многие еще... Как там? Как там? Вышел волк одиночка. И оскалил клыки. И тут надо, чтобы волк завыл. А тут чтобы топали. А тут затворы лязгали. Вы в своем уме. Ну, что это такое? Это мы к тому, что тексты Индебейков Посейдон лучше воспринимать вместе с музыкой. Не обязательно их даже переводить. Потому, что музыка тут... Главнее. Очень хорошая. Ну, дошли мы до пластинки по названию Лизард. 70-й год. Третий альбом. Сразу. За два года три альбома таких грандиозных. Зафигачено. Надо тоже постараться. Работоспособность мощная. Опять с составом большие проблемы. Уже новых наборов. Опять разбегаются люди и прибегают. Хотя вот Мел Коллинз тут присутствует. Флейта саксофона. Ну, Роберт Фрип понятно. Гордон Хаскел остался. Поет. Энди МакКаллэш. Ударные. Барабанщик из группы Манфред Мэн пришел. 70-й. Это не тот Манфред Мэн. Не Эф Бэнд. С-Бэнд это не ранний. Это средний. А ранний Манфред Мэн. Ранний Манфред Мэн. Просто Манфред Мэн. Как меня с Манфред Мэн и Эс Бэнд. Тоже люди. Оказывается, это одна из самых популярных групп в России. Короче, Битлз. Кроме Соловьев и Бомбардировщиков ничего не знаю. Судя по... 69, 64. Все. Больше ничего. Судя по моей интернет-переписке, там и комментариям... Ты был изоблечен. Я с удивлением понял, что эта группа просто... Наверное... Я не знаю. Космос. Космос. Да. Хотя, на мой взгляд... Не знаю. Еще разок. Соловьев и Бомбардировщики. А самое главное... С песней Брюса Спрингстона. Брюса Спрингстона написал. Это как какой-нибудь статус-кво с песней про армию. Которую не они написали. Или какой-нибудь кис со своими... А ты слышал оригинал Боланд и Боланд? Нет. Я слышал. У меня была пластинка. Я подарил ее другу своему. Олегу Валинскому. Специально купил. Хорошая песня. Такая же, как статус-кво спели. Они вообще не такие. Послушайте. Ничего общего. Еще куча духовых инструментов. Кейт Типпетт здесь присутствует. На клавишах. Кейт Типпетт играет здесь не так, как он играет в своих сольных пластинках. И со своим бэндом. А играет такое ощущение, что это зашел Курехин на пять минут. И что-то такое наиграл. Подсказал. И что-то такое наиграл. Все такое. Блям-блям-блям. Вот. Хотя вот это блям-блям-блям я очень люблю. Я очень люблю джаз и фриджаз. И все эти штуки. И с годами, долгими годами слушая фриджаз, научился немножко отличать. Когда блям-блям-блям. А когда действительно люди играют серьезно. Хотя внешне это тоже похоже на блям-блям-блям. Но вот здесь Типпетт играет явно какой-то блям-блям-блям. Потому, что не везде, но местами я слушал. Что это вдруг. Серьезный человек уважаемый. Что-то он такое заиграл. Такое вдруг. Школьное какое-то. Я не знаю. Возможно, он усилился. Ученику третьего класса музыкальной школы говорят. Сыграй фриджаз. Вот он... Хотя нет. Кей Типпетт это глыба. Это серьезный музыкант. Но местами очень странно здесь выглядит. И Джон Андерсон вдруг здесь запел одну песню. Самую, на мой взгляд, неинтересную. Как-то он не... Не ложится его вокал в музыку King Crimson. Хотя все Джон Андерсон. Да. Yes. Все круто. Но они как-то не стыкуются здесь. Хотя многим нравится. Специально в плохую песню заманили. Специально в плохую песню. Это он. Вот это вот. Больше не позови. Спой. Они вообще с... King Crimson с Yes очень сильно пересекались. И Фриппа даже, насколько я знаю, где-то читал. Не знаю, правда-неправда. Вообще это сложно. Я закончу. Звали его в группу Yes играть. Вроде как на гитаре. Вот. Чуть ли не Андерсон даже предлагал. Когда они совместно записывали Лизард. Вот. Но это все же живые люди. Вот. Я себя не ровняю ни с Фриппом, ни с Андерсом. Но сколько было встреч, разговоров, предложений каких-то. Когда играешь какой-то концерт или к кому-то приходишь на концерт к знакомым. Где-то в гримерке сидишь. Там пьешь портвейн. Да. И начинаются разговоры. И кто-то говорит, а неплохо бы вместе там сыграть что-то. Например. А какой-нибудь мудаковатый журналист где-то рядом там сидит. Услышал краем уха. И потом на следующий день говорят, что... А вот Джон Андерсон пригласил Роберта Фриппа в Yes. А на самом деле может быть там просто сидели пили пиво. И говорят... Было бы неплохо. Вот если бы в Yes ты сыграл. Представляешь, как зазвучал бы Yes. Может быть на таком уровне был разговор. Понимаешь? А потом весь интернет забит. Вот сейчас читаешь. Роберт Фрипп был приглашен в группу Yes. И вот мы вот этот диалог наш записали. А потом в комментариях мы прочитаем. Что нет. На самом деле приглашали. Я читал. Вот там-то, там-то, там-то. Пятеро журналистов написали. Они врать не будут. Журналисты врать не... Мы знаем, что журналисты не врут никогда. И никому. Ни по какому поводу. Я бы еще заметил. Чистую правду. Журналисту может нравиться. А может не нравиться. Он же все время личные пристрастия, так сказать, проецирует на публику. Нет. Я говорю не об этом. Я говорю, что верьте журналистам, они никогда не врут. Что бы они ни писали, все это чистая правда. Ты же знаешь, да? А я про то, что еще и угол зрения есть. Вот этот фильм мне нравится, поэтому он хороший. У них нет угла зрения. У них вообще зрения нет. И слуха нет. Не у всех. Есть же толковые. Да ладно. Наговариваете. Ладно. Ты отмазываешь друзей своих. Какие они мне друзья. Я милиционер. Я для них говорящая собака. Блин. Да. Ты же мент. Тупой. Точно. Да. Я забыл. Я забыл. Я-то думал. Нормально. Ну, опять пошли. Опять. В общем, хорошая. Да. Хорошая пластинка. На самом деле. Лизард. А я вернусь к тому, о чем я начал говорить. Когда мы первый альбом крутили в руках. Разглядывали. Что с одной стороны прописанная вроде бы музыка. Хотя я все чаще начинаю в этом сомневаться. Когда слушаешь 70 лет. Да. Одну и ту же музыку. Да. Сколько? 75. Вот. Начинаю в этом сомневаться. Потому, что все уже привыкли. Да. Те, кто любит King Crimson. Те, кто слушает эту музыку. Все знают наизусть уже. И уже вроде ничего нового я не скажу. Все все знают. Но если отстраненно как-то послушать тот же самый Лизард. Вот. Те же самые песни. Circus. В начале. Indoor Games. Особенно. Особенно Indoor Games. Четвертый раз. Да. Говорю. Что вроде все прописано. Вроде все придумано. Вроде сложно. Мелодия. Гармония. Все выстроено. Но акустическая гитара играет здесь так. Играет много очень. В общем эта музыка не акустическая. Музыка тяжелая. Громкая. Но сверху акустическая гитара играет. И ощущение такое. Что Орд Роберт Фрип пришел в студию. Все записано. Он надел наушники. Слушает то что записано. И импровизирует просто. Под то что он слышит. Поскольку музыкант хороший. Он не фальшивит. Нигде не лажает. Но импровизирует. Кусочек какой-то классический пассаж какой-то вставляет. Потом джазовую какую-то фразу вставляет. Гитара сверху вообще выведена вперед акустическая. Отдельно совершенно громко существует в своем пространстве. И ощущение такое, что ничего не прописано. А вот просто человек пришел, взял гитару и сверху наиграл. Отчетливо совершенно вот здесь. Вот здесь это настолько явно. Настолько чувствуется такой вот свободный подход. Мастерство. Что... Да. Что кажется... И это придает какую-то живость и правду этой истории. В отличие от группы Genesis. Например. Где явно все прописано. Там диез бемоль. Там с точкой. Вот. И вот так вот все. И уезд то же самое. А здесь какая-то такая. Раз. Хотя неизвестно, как это все создавалось. Может быть, у него все эти его полуимпровизационные штуки прописаны. Может. Во что я слабо верю. Всякая импровизация должна быть хорошо подготовлена. Подготовлена. Это одно дело. Но подготовлено не до ноты. До каждой. Хотя я слабо верю. Потому, что это самое. Уши-то как бы есть. И это слышно. Что партия существует совершенно сама по себе отдельно здесь. Особенно вот в Indoor Games. Когда начинаешь слушать. А потом Happy Family начинается опять-таки. Здрасте. Мы играли музыку. А здесь здрасте. Пошла песня. Ни с того, ни с сего. Потом раз песня закончится, опять пошла музыка дальше. Отдали дань. Мастерство. И домохозяйкам тоже интересно что-то послушать нашу музыку. Happy Family. Послушайте. Хорошо. Это для вас песенка. А дальше мы будем играть свой фриджаз. Бомбить. Да. А потом появляется какая-то совсем уже странная пластинка под названием Islands. Она очень хорошая. Но она какая-то не похожая. Опять какие-то вот метания. Какие-то метания. Happy Family там сыграли песню. И все остальное. Джон Андерсон попел. Внятную песню. Внятное произведение. А тут пошли уже какие-то такие эксперименты. Причем очень хорошие. Очень интересные. Пошла музыка. Это один из самых музыкальных в традиционном значении этого слова. Потому, что дальше еще более музыкально все будет. Но не традиционно музыкально. А если говорить о традиции, то одна из самых музыкальных пластинок. Очень странная. Босс Баррелл здесь играет на бас-гитаре и поет. Босс Баррелл. Bad Company. Казалось бы. Вот как музыкант эмигрирует. Человек поиграл в группе King Crimson. Вот такой. А потом пошел играть в Bad Company. Bad Company. Да. С большим удовольствием надо сказать. Зарабатывать деньжи. Давать стадионные концерты. Выпускать платиновые альбомы. Прекрасно себя чувствовать. Чего мне этот King Crimson. Хотя пел. Играл. Все хорошо. Ян Уоллс на ударных. Пит Симфилд. Понятно остался. Мэл Коллинз остался. Кейт Типпетт снова здесь присутствует. Играет очень хорошо. Играет уже как он обычно играет. Не просто как Blizzard сыграл. Блям. Блям. Простите пожалуйста. Кейт Типпетт. А здесь уже так все серьезно. И пластинка. Хотя здесь тоже и Ladies on the Road. Песня. 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 Здравствуйте. Я пришел песню спеть. Спел. Ушел. Хорошо. Она какая-то с одной стороны очень тихая. Например. Финал. Грандиозный. Islands. И в конце то, что играет Фрип. Какой-то такой эмбиент. Не эмбиент. Такой просто уход в какие-то моря. В какие-то океаны. Не такие океаны, как УЕС. Вот это. Топографические. Топографические. Да. Действительно. Я не знаю. Как Ян Гарбарек. Как выпускают пластинки. Например. Пространство. Пространство. В море. В океан. В космос. В воздух. Но при этом. Замечательная есть пьеса под названием Sailor's Tale. 7,5 минут на первой стороне. Где Фрип играет на гитаре на мелотроне. Инструментальное полотно. И это примерно то, что будет потом играться в 90-е годы. Уже. То есть. Вот такой. Настолько странный. Какой-то. В сторону. Опять-таки. Даже не хочется мне говорить про фриджаз. Потому, что фриджаз. Ну, фриджаз. Понятно. Фриджаз. А какая-то уже фриповская музыка. Такая напряженная. Тревожная. Агрессивная. И очень сложная. И вот это. Ради только Sailor's Tale стоит эту пластинку купить. И слушать эту пьесу 7,5 минут. Хотя все остальное тоже очень хорошо. Я говорю, Мухару с тем, что он не длинный. От него не устанешь. Никогда. И ни за что. Ну, очень странно. Очень отличается от всех остальных альбомов. Так. Что же дальше? А дальше. Пришел конец рок-музыки. Который Роберт Фрип предвидел отчетливо. И вышли две пластинки. Наверное, из того периода King Crimson. Наверное, самых моих любимых. Хотя здесь тоже, конечно, есть к чему придраться. Ларк Стонгус Ин Эспик. Пластинка. Это у нас 73-й год. Пришел сюда Джон Уэттон. Из группы Family. Который потом ушел в Юрохип. Который потом ушел в Юрохип. Дэвид Кросс. Пришел со скрипкой. И удивительный человек Джами Мюир. Играющий на перкуссии. Который здесь занимает 30% всего музыкального полотна. Наверное. И это уже очень сложная пошла музыка. The Talking Drum. А, Билл Бруфорд пришел еще на минуточку. Барабанщик. Изи Мани. Я говорил, к чему можно придраться. Можно придраться к Изи Мани. Это чисто Вэттоновская штука. Как сказать. Вэттон тяготел при всем его багаже. Начиная с Family. Могул трэш. Группа джаз-роковой. Фьюжн. И потом, собственно говоря, и Кинг Римсон. Он всегда тяготел к какой-то душещипательной эстрадной такой... Песне. Как-то у него все время это прорывалось. В Азии особенно. Это все вылезло на поверхность. Уже пошла сладость. Такая попсовая. Развернул перепончатые крылья. Хотя в Юрай Хип тоже он попел. Надо сказать. Душещипательных баллад. Там несколько штук. Но при этом фантастический музыкант. Конечно. Бас-гитарист. Один из самых... Если говорить о рок-музыке, то один из самых показательных музыкантов. С таким тембром. Со своим звучанием. Бас-гитара у него солирующая. Как правило. Всегда. Ну, здесь уже пошли сложности. Здесь уже пошла, собственно говоря, вот эта песнь. Пьеса. Лакш Тонгус Ин Аспик. Парт 1 и парт... Уже... Опять-таки это фри джазом не назовешь. Это фриппомузыка. Такая фриппомузыка тревожная. Как я уже говорил. Агрессивная. Аспик. Это про что? Это языки жаворонков. Языки жаворонков. Да. В каком-то аспике. Вот. И для меня они как двойник воспринимаются. Вот этот Лакш Тонгус Ин Аспик и Старлес Ин Байбл Блэк. Это вообще полный кайф. Правда, разбавляет в этом здесь песни The Night Watch. Всю эту историю. Такой средневековый. Ночной дозор. Песня, по-моему, и написана под впечатлением картины Ночной дозор. Когда он увидел в этом. Он написал средневековую вот эту вот... Как мы сейчас представляем себе средневековье. Красивые костюмы, шпаги, мечи. Вот эти плюмажи. Забывая о том, какая была грязь и вонь вокруг. Кошмары, язвы, чума и насморки. Кровь, гной. И все остальное. Все прелести средневековья. Немедленно вспоминается. Где-то я был. Боюсь наврать. Отсутствие ватерклозетов. В Антверпене или где-то. Не помню. И там нас повели в музей Рубенса. На котором висит табличка. Это голландский язык или что там. Я не помню. Рубенс Хуйс. В смысле, это дом. Очень смешно было для русского уха. Но, несмотря ни на что, песня все равно красивая. The Night Watch. И, опять-таки, людям, которые любят песни-песни, песни-песни, это все по кайфу будет. Красивая мелодия. И первая сторона. Она так и говорит. The Seaver. Тоже тяжелая. И все. Night Watch. И триоды. Минсер. Все это. А на второй стороне. Старлсен Дебайбл Блэк. И Фрэкча. Разгул просто инструментального безумия. Разгул инструментального безумия. И так громко бас-гитара не играла у Уэттона никогда. Точнее, Уэттон не играл так громко на бас-гитаре никогда и нигде. Как на записи этой пластинки. У него бас ревет. Просто не поет там, не гудит. А ревет страшным каким-то рыком. И, в общем, наполовину импровизационные вот эти вещи. Две на второй стороне. Они просто открывают, извиняюсь за банальность, двери в другой мир, который грядет. 1974 год. И он грядет, и он грянул. Творец чувствует? Да. Он чувствовал очень четко. Роберт Фрипп чувствовал время. И он говорил, что классическому року пришел конец в 1974 году. И больше ничего интересного в этой музыке не будет. Никогда. Не могу сказать, что я полностью согласен. Но согласен. Да. Потому, что время показало, что действительно вот эти... Как говорил опять-таки Роберт Фрипп, что пришел конец группам монстрам. Когда коллективы разрослись. Невероятно вылезли на стадионы. Стали играть для многотысячной аудитории. А рок-музыка – это не музыка стадионов. Что бы там ни говорили люди. Стадионы – это не для рок-музыки. Это поп. Вся история. Я ходил на Рамштайн. На наш стадион. Во-первых, светло. И ничего не видно. Там все эти пироэффекты. А что хуже всего? Ветер дует. И звук уносит. Поскольку он через воздух распространяется. Вообще какая-то фигня. Мне не понравилось. Нет. Стадион – это другое. Стадион – это шоу-бизнес. Это чисто бабло. И, в общем-то, и больше ничего. Ну, если исключить такие знаковые вещи, как фестиваль в Удстоке, например. Фестиваль в Монтрео. Но это фестивали. То есть, фестиваль – это другое дело. Это праздник. Люди приходят. Это событие. Это праздник. Выпивают. Веселятся. Закусывают. 25 групп играют разных. С разными гонорарами. Никто там особенно не зверствует в плане гонораров. Хотя, конечно, именитые люди получают деньги. Но сейчас уже другое. Сейчас все изменилось. Сейчас уже этот шоу-бизнес стал на первом месте. Музыка на пятнадцатом. Конечно. Вот. А чисто стадионные концерты групп больших. Они, конечно, превратились в какое-то зарабатывание денег. Самое главное, что исчез рок-н-ролл. Исчез драйв. Исчезла та свобода рок-н-ролла, которая и сделала эту музыку наднациональной. Превратила ее в эсперанто. И люди из разных стран, не зная языка друг друга, общаются на уровне... Ты любишь пластинку Rolling Stones? Да. Мы друзья. И все. И подружились. И эта штука ушла. И это тоже говорит про то, что музыка главнее стихов. Потому, что никто слов не понимает. Да. Конечно. Эмоциональный посыл. И в 1974 году эта штука уже стала умирать постепенно. И превратилась... Пошла какая-то кастовость. Вот эта грандиозность. И Фрипп сказал, что группы монстра умирают. И приходит время маленьких мобильных коллективов. Что и случилось. Собственно говоря. Что и случилось. В 1976-1977 году уже появилась масса маленьких групп. Которых как угодно можно назвать. Панк. Новая волна. Постпанк. Все что угодно. При этом люди играли ровно ту же музыку. Совершенно. Тот же самый рок-н-ролл. Просто критики уродливые. И журналисты. Которые никогда не врут. Как мы знаем. Стали их называть панк и новая волна. Хотя та же самая музыка звучала. Абсолютно тот же самый рок-н-ролл. Которые играли Kings в свое время. Beatles. Rolling Stones. Ну, только электрических барабанов носовали. Кто-то носовал. Отличие какое-то настолько странное. Кто-то носовал. Кто-то не носовал. Естественно новые технологии появляются. Их используют. Ничего в этом нет такого чудовищного. Когда говорят. Ой, 80-е. Я ненавижу. Там пластиковые барабаны. Ну, появились пластиковые барабаны. Появились хорошие драм-машины. Появились технологии. Почему их не использовать. Их использовали абсолютно все. Начиная там от... Кончая Полом Маккартни. Кончая Полом Маккартни. Да. И масса фьюжн-групп. Разных серьезных. Джаз-роковых. Тоже с этими электронными барабанами работали. И ничего. Поработали. Перестали. Снова поработали. Точно так же массово прекратились. Что характерно. Да. Ну, и как прощание с матерой вышла пластинка под названием Red. Которую все обожают. Абсолютно любители Кинг Римсона. Считают ее одной из самых главных. Я, как настоящий урод, конечно, не считаю ее самой главной. Есть и поглавнее. Далеко. Есть значительно поглавнее пластинки. За исключением произведения под названием Starless. Которое длится 12,5 минут. Вырывающее душу. Выматывающее сердце и разрывающее мозг совершенно. И, конечно, его нужно слушать всем обязательно. Чтобы понять, что такое рок-музыка. И что такое Кинг Римсон на самом деле. Вот произведение под названием Starless. С этой пластинки Red. Все остальное здесь очень кайфово. Песня Джона Уэттона. Fallen Angel. Подший ангел. Одно название у меня вызывает рвоту просто. Когда... Библейская. Когда... Это библейская. Но когда песня под названием Подший ангел... У меня сразу рисуется какая-то московская попса. Такая девочкинская. Подший ангел. Вот эта хрень какая-то. Ты не ангел, но для меня. Вот типа да. Хотя это, конечно, Джон Уэттон. Это звенящий его грохочущий бас. Это Роберт Фрипп. Это все. Очень громко и очень страшно все звучит. Название мне не нравится просто. Вот. Жуткая песня под названием One More Red Nightmare. One More Red Nightmare. Еще одно красное. Еще одно красное. Да. Привидение. Кошмар. Да. С музыкой все хорошо. С мысловой составляющей не очень. Но Фриппу, мне кажется, было тут тоже не... Уэттон написал мелодию. Написал текст. Поет хорошо своим матовым голосом. Я бы сказал. Мне очень нравится его, кстати. Тембр голоса. Вот именно матовый. Такой у него. Такой без истерик. Что называется. Ну, произведение под названием Red. Заглавное. Первое. Инструментал. Кайфовый рок. Просто кайфовый рок. Я этот Red слышал однажды в клубе под названием Старый дом в Санкт-Петербурге. Когда приехали в гости в наш город Пэт Мастелот и Трейган. В будущем они здесь станут членами группы King Crimson. И они вдвоем играли в клубе Старый дом. Концерт вдвоем. Трейган играл на War Guitar. Это как бы стик. Но только... Ну, знаешь, что такое. Короче говоря, такой инструмент, который состоит из одного грифа. На котором куча струн. И играется тэппингом. Вот так вот. По-разному. По-разному. И пропускается через обработки. Получается, что он играет и бас, и лидер гитару. И все что угодно. С невероятным количеством нот. И играл Трейган. Играл на этой War Guitar. А Мастелот играл на ударных. С большим количеством ударных. И с компьютером. И они вдвоем заполняли все музыкальное пространство. Ничего больше не нужно было. То есть, только Трейган и Мастелот. И они играли Red вдвоем. Люди пустились в пляс просто. Я никогда не думал, что под Кинг Римсон можно танцевать. И разбойники пустились в пляс. Все, кто сидели в клубе. Все высыпали на авансцену. Не на авансцену, а перед сценой. Стали просто танцевать. Потому, что такого драйва дали. Под этот самый Red. Это классический рок. В том виде, в каком его видел Роберт Фрипп. Под эту версию танцевать сложно. Под то, что здесь сыграно. А Ганс Мастелот сыграли в том же самом темпе. Только с таким свингом. Так его раскачали. Показали суть этой пьесы. Красавцы. И на этом рок-н-ролл закончился. Собственно, все. До свидания. Кинг Римсон перестал существовать. Роберт Фрипп стал выпускать сольные пластинки. Одна из моих любимых. Это пластинка группы, которая называется Лига джентльменов. Мы про нее говорили. Кому интересно. Очень хорошая пластинка. Давайте посмотреть. Драйвовая. Зажигательная. Сложная. С отличным гитаризмом. Если мне простят такой термин. Чтобы не говорили интернет-учителя. И журналисты. Которые не врут. Журналисты не врут. Которые не врут. Они много чего могут сказать про эту пластинку. Но Лига джентльменов мне очень нравится. Я очень часто слушаю эту пластинку. Чаще, кстати, чем Кинг Римсон. В последнее время. Фрипп много очень выпускал сольных пластинок. Вот хорошая запись. God Save The Queen. С Брайаном Инна. И с Дэвидом Бирном. Даже в одной песне здесь. Песнями тут трудно что-либо назвать. К песням вообще не имеет отношения никакого полотно. Но Дэвид Бирн здесь читает монолог. Очень интересный. Боже храни королеву. А я, по-моему, тебе даже показывал монолог. Да, ты его переводил. Trumpets I hear Trumpets. Солипсизм. Эпфемизм. Пессимизм. Политинизм. Проджелизм. Нигилизм. Негативизм. Позитивизм. Легализм. Осинизм. Цинизм. Терроризм. Джулисизм. Туризм. Неологизм. Империализм. Клевелизм. Критицизм. Ну, и так далее. Монотелитизм. Монотелитизм. Эскапизм. И так далее. Длинная песня. Богатая. Богатая. Текст хороший. Да. Роберт Фриб написал. Ну, что думал, то и высказал. Я половину слов не знаю. Я тоже, да. Я с большим трудом тут разбирался. Они придуманы. Кое-что придумал. Экклезиаст. Экклезиастикализм. Ага. Ну, умный. Что тут скажешь? Да. Есть о чем подумать. Моненный человек. Ленинизм даже есть. Ленинизм. Там все. Марксизм. Маутеизм. Всем сестрам по серьгам. Коммунизм. Троцкизм. Фиделизм. Фашизм. Молодец, блин. Боже мой. А он не красный, нет? Роберт Фриб. Нет. Не красный. Я думаю. Хотя... Сам по себе. Кто его разберет? На самом деле. И, в общем, пауза продолжалась. Продолжалась. Сольные работы. Записи с Дэвидом Боуви. Неоднократные. Например, пластинка Heroes. Которая сделана... Ну, не 30% музыки, конечно. Там Роберт Фриб играет. Но очень здорово. Он там сыграл на гитаре. И приложил руку к аранжировкам и ко всему. Скорее монстр с пластинкой, где Роберт Фриб играл у Дэвида Боуви на гитаре. Очень здорово все звучит. Все с его вот этими длинными нотами. С его сустейном невероятным. Когда тянется звук бесконечно. Кстати, тут спор по поводу гитар вышел у нас в интернете. Тоже с разными слушателями. Я сказал, что Фриб играет на гитаре Фернандес. Тут же мне написали. Что ты несешь? Что ты несешь? Вот там написано. А вот тут написано везде на обложках, что гитара Фернандес. Ничего не знаю. Я читаю то, что написано вот здесь. То, что Фриб написал сам. Да. Гитара Фернандес. Ему людей. Да. Может быть какая-то другая у вас там где-то была. Вот тут Фернандес. Вот. Что. Да. С Боуи, с Брайаном Ина, с Сольники, с Питером Габриэлом. Достаточно много наиграл разного. А потом собрал группу под названием «Дисциплина». И пришел к этой самой дисциплине, которой нет в ранних его пластинках. Очевидно, что он всегда к ней стремился. К этой дисциплине. Но, как я уже говорил, там на Лизард вот это все наиграно просто. Безо всякой дисциплины. Причем внутри гитарной партии дисциплина есть. Но относительно того, что помимо гитары, как-то это не очень дисциплинированно все. А пришел он к дисциплине, к такому строгачу. Уже так все разложено, так все расписано, так все просчитано. По долям, по ноткам, по сдвигам, по всему. Просто какая-то механистичность такая, с одной стороны. А с другой стороны все живо. Потому, что живые люди играют. Такой не то, что гитарный крафтверк. Но в эту сторону. В такую строгость. В дисциплину. Но название дисциплины не прижилось. Потому, что пластинки надо продавать. Продавать, да. Какая такая дисциплина? Кинг Кримсон давай. И вернулись к названию Кинг Кримсон. Потому, что группа дисциплина... Лига джентльменов. Роберт Фрипп. Лига джентльменов. Ну, Лига джентльменов. Люди приходят в магазин. Ну, Лига джентльменов. Ну, Роберт Фрипп. Ну, и что? Дисциплины. Ну, Роберт Фрипп. Тем более, что люди какие-то другие все. Кроме Фриппа. Ну, дисциплины. А так Кинг Кримсон. А когда люди в 1981 году покупали вот эту пластинку... Дисциплина. Кинг Кримсон. Дисциплина. Ставили ее на проигрыватель, они начинали сходить с ума медленно. Потому, что ничего общего с тем, что записано было раньше Кинг Кримсон. Даже Red. Даже близко нет ничего общего. Вообще. Абсолютно. Вообще другая музыка совсем. И снова пошли тупые комментарии. Что это влияние новой волны, это влияние панк-рока, это влияние, не знаю, Talking Heads. Правильно. Потому, что с Дэвидом Бирном-то корешился. Конечно. Конечно. Какой новой волны влияние? Какого панк-рока? Крутейшая музыка, сложнейшим образом структурированная, как-то запредельно сыгранная. Какой там, какая новая волна? Я близко даже не вижу здесь никакой новой волны. Ничего даже похожего. Настолько все сложно. Настолько все громко. И настолько роково, как ни странно это звучит. Прямо написано. Discipline is never an end in itself. Only a means to an end. Дисциплина это никогда не конец сам по себе, а только предчувствие конца. Что-то он этим хотел сказать. Ну, вероятно. Да. Вероятно. Вот. И вот эта пластинка, как мне кажется, она одна из самых интересных и главных у группы King Crimson. Наравне с первым альбомом. Я бы поставил их рядышком. Elephant Talk. Эдриан Белью здесь выдает на гитаре не человеческие и даже не слоновие крики, а крики космических слонов каких-то. Я никогда бы не подумал, что гитара может так звучать. Вообще Белью, конечно, очень много сделал в этом составе King Crimson. Даже не на трех пластинках, а дальше там тоже с Белью очень много. Тони Левин. Stick. Басовая история. Билл Бруфорд. На ударных. И вот этот квартет, конечно, дал джазу настоящего. То есть, настолько все сложно. А при этом здесь чисто песня, которую писал Белью в основном. Или Беля. Как правильно? Белью. Наверное. Я его всегда называл Белью. Как привыкли. На чердаке висит Белью. Да. И вроде песня, как песня. Frame by Frame. Мэти Кудасай. Зато потом Indiscipline идет. Инструментал. Чудовищный. The Shelter in Sky. Discipline. Всем сестрам по серьгам. Очень сложные песни. Очень круто спеты этим самым Белью. Белью. Гитарный дуэт. Такой, которого не было вообще в природе до сих пор. Настолько они взаимодействуют с Робертом Фриппом. Белью. Как это все расписано по нотам у них. А это, конечно, расписано. Потому, что так придумать и сыграть невозможно. Конечно, они сидели и все это придумывали. Когда расходятся в размере, потом сходятся обратно. Потом расходятся в другую сторону. Все это закручивается, перекручивается. И вместе потом заканчивает. В неожиданной доле. Раз. Как-то остановились. Фу. Такое. Следующая пластинка тем же составом. 1982 год. Под названием Beat. Короткий достаточно альбом. Но очень кайфовый. Весь посвящен поэзии и прозе битников. Которую Фрипп, как выяснилось, хорошо знал и любил. Потому, что здесь очень много цитат. Из битников. Из Керуака. Из Гинсберга. Из всей этой компании замечательной. Вся пластинка посвящена этому. Чудесная песня под названием Heartbeat. Heartbeat. Да. И там лирическая мелодия. В той степени лиричности, которую может сделать группа Кинг Римсон. То есть, напряжение, звук. Все громко. Все слышно. Все читается. Все ритмично. И все время пикает вот этот самый прибор. Который в больнице сердце. Да. Отсчитывает. И такое это вызывает. В такое состояние впадаешь, когда эту песню слушаешь. То есть, с одной стороны, про любовь песня такая. Эдриан Белье поет лирическую балладу. А с другой стороны, вот это вот пиканье. И такая высоте картина мрачная достаточно. Понимаете? И последняя пластинка перед очередным распадом. Кинг Римсон. Они очень любили распадаться. Очередной распад произошел. Фриппу почему-то не понравилась манера игры Бруфорда. По непонятным причинам. Хотя масса с ним было записано музыки. Но что-то наконец он понял, что Бруфорд это что-то не то. После записи шестой пластинки с Бруфордом. Он понял, что нет. Наверное, этот барабачик... Не дотягивает. Не подходит. И записали вот эту пластинку. Three of a perfect pair. Хотя она мне очень нравится. Она после дисциплины для меня, наверное, номер два. Здесь очень... Lark's Tongues in Aspect Part 3 здесь звучит. Еще мрачнее, еще тяжелее, чем часть первая и часть вторая на предыдущих альбомах. Вот. И, в общем, совершенно новая музыка, на самом деле. Критики могут говорить все что угодно. Влияние новой волны. Там БББ. Панк-рок. New Wave. Пост-панк. Как угодно могут называть. Это абсолютно новая музыка. Абсолютно новый рок. На самом деле классический рок. Только новый. Только другой. Только 80-е годы. Потому что не надо стоять на месте. Вот пропустила пластиночку USA под названием. Концертная запись. Вышла она... Не помню, в каком году. По-моему, в 74-м она тоже вышла. Она достаточно плохо записана с концерта. Тут написано. В 75-м году вышла пластинка. Записана она раньше. С концертов. И она интересна просто импровизациями. Там очень интересные импровизации концертные. Живьем-то поди играют не хуже. Живьем-то играют ОГОГО. Живьем играют Зыкинские. И вот новая смена состава. Точнее расширение состава. Бруфорд опять вернулся. Был допущен. Опять был допущен. И шесть человек собрались. То есть, такое двойное трио получилось. Которое просуществовало не очень долго. Потому, что сложно было взаимодействовать. С одной стороны Роберт Фрипп. Трейган. Вот этот самый. Со стиком. И Пэт Мастелотто. Барабанщик. А с другой стороны Эдриан Бельют. Тони Левин. И Билл Бруфорд. Старая гвардия. Тот самый Кинг Римсон. Который вот здесь на дисциплине. И на прочих. И вот это гениальная совершенно запись. Трак называется она. Это у нас 95-й уже год. Это уже пришел гранж. Это уже пришла музыка громкая. другая совсем и как сказать интровертная. Музыка 90-х она уже посвящена конечно внутренним переживаниям. И осмыслению происходящего в мире вокруг. Потому, что мир стал отчетливо рушиться в 90-е годы. Уже это стало видным просто. И видным это стало не умозрительно, а на физическом уровне. Например, когда я приезжал в Нью-Йорк в 90-м году и в 95-м. Разницу я видел собственными глазами. Что происходит. Что все немножко начинает. Того. Не так стремительно, как могло бы быть. Но начиная с того. А вот сейчас я тебе говорил. Сейчас моя дочка в Берлине находится. Не навсегда. Не бойтесь. Просто по делам надо было съездить. И она позвонила и сказала. Папа, Европа уже не та. Хочу домой. Я чувствую это в воде. Я чувствую это в земле. Я, с твоего позволения, небольшую ремарку. Вот глядя на себя, извините, не в порядке, а как мироощущение. Ну, вот если я чем-то занимаюсь, по себе вижу, то на это уходит примерно 5-6 лет. Вот во что-то я там вцепился. А дальше ты там растешь внутри этого условно. А потом выходишь на некое плато. Где я понимаю, что я уже лучше никак. И оно перестает мне быть интересным. А появляется что-то новое, и ты начинаешь заниматься этим. Ты же, в конце концов, взрослеешь. Это, знаешь, как бесполезно. Про детей говорить с людьми, у которых детей нет. Да. Бесполезно. А вот родился, и изменился мир. Вообще изменился. И все не так. И мысли самые главные другие. Ну, так и творец тоже. Он же растет. Ему перестало быть интересного. И он сделал вот это. Ну, и плюс ты ж не в вакууме живешь. Вокруг люди. Какие-то эти течения, мысли общие. Понятные всем. Общаешься же. Ну, естественно, и музыка меняется. Безусловно. И Европы уже нет. А я вот жду. Дочка вернется послезавтра у меня. И будет мне рассказывать про ужасы Европы современных. Вот. И да. Я сказал, что музыка интровертная стала. Музыка стала в отличие от экстравертного рок-н-ролла 50-х, 60-х, 70-х и даже 80-х. Когда вот все. Мы сейчас вам дадим. Тут стало все. Мы сейчас не вам дадим. А мы сейчас сядем и подумаем. И между собой поговорим. И пластинка, конечно, очень тяжелая. С одной стороны, очень тяжелая. Очень громкая. Очень сложная. Четвертая сторона концертная здесь вообще. Если я не ошибаюсь. Да. Инна Гаден. А с другой стороны, очень мелодичная и очень какая-то трагическая. Несмотря на такие легкомысленные песни, казалось бы. Но легкомысленность в тексте может быть. А в музыке здесь вот та самая переживательная составляющая. Она преобладает. Но очень хороший альбом. Просто один из любимых. Наверное. Там лучшие у меня другие. А один из любимых. Как бы вот такой. Шикарнейшая песня. Динозавр. Который упавит белье. Просто разрыв мозга. Просто ради одной песни можно эту пластинку купить. Когда я увлекался компакт-дисками. У меня был компакт-проигрыватель. Я ходил с диском. Вот этим трак. И песня Динозавр у меня была на репите. Я ее слушал пять раз подряд. Шесть раз подряд. Она у меня звучала. Она длинная. И в ней очень много музыки. Она не надоедает. Она очень разнообразная. Но такая хорошая. Даже хочется ее еще раз послушать. Ну, и помимо Динозавра здесь слабых мест вообще нет. Таких, которые проскакивали на ранних альбомах. Там в первых ипостасях Кинг Кримсон. Я говорил, что идет музыка, музыка, музыка. А потом вдруг начинается... Здрасте. Вам песня пришла. Night Watch. Видимо, он давал простор коллегам. Да. Давай и тыст у него сочинения. Да. Оно выбивается. И следом уже записанное в 1999 году и частично переписанное в 2000-х называется The Reconstruction of Light. The Reconstruction of Light. На компакт-диске она выходила в том же самом 99-м. И называлась, по-моему, просто The Construction of Light. Она называлась на компакт-диске. А здесь Reconstruction of Light. То же самое. Только дополнено и с переписанными барабанами. Как я здесь прочитал. И вот здесь я и прочитал про Фернандес гитару. Что бы там ни говорили журналисты, которые все знают. Это просто зверство какое-то. На остальных гитара просто как гитара обозначена. Так скажу. Ну, там Фернандес был с самого начала. Он, конечно, использовал много гитар разных. Безусловно. Я соглашусь с критиками. Не только Фернандес. Но Фернандес у него был всегда. Что-то хитрое. Reconstruction. Через K воткнуто. Воткнуто. Это как UK или что? Вот поэтому трудно было. Трудности в чтении возникли. Этого названия. K перед C. Такого быть не должно. Что-то имел в виду. Да. И лучше, конечно, брать вот этот виниловый вариант. Потому, что на компакт-диске с одной стороны все то же самое. Но здесь дополнено еще рядом песен. И изменены немножко барабаны. В лучшую сторону. Как Мастелотто там приложил руку. Тут K в названии песни K. Она специально выделена. Зачем-то. Интересно. Прозекс блюз. Там хорошее полотно открывающее эту песню. Это они взяли и сыграли блюз неожиданно. Но настолько искореженный. Настолько извращенный. Что он и на блюз-то не очень похож. И на нормальную песню не очень похож. Но очень завораживает. Мастера. Помимо этого у них вышло еще пластинок десять. Помимо того, что я принес в девяностые двухтысячные. Плодовит. Наполовину концертники. Наполовину сборники. Наполовину какие-то другие версии песен. Очень много. Какие-то такие авторские сборники. Которые идут как номерные альбомы. Но по сути являются сборниками. И поскольку каждая пластинка стоит денег, я их не покупаю. Потому, что в общем-то накладно это получается. А последний номерной альбом. В моей градации. Если не считать этих полусборников. Полу каких-то летописных изданий. Пластинка The Power To Believe. Про которого я даже говорить не буду. А скажу только одно. Потому, что один мой друг. Очень хороший музыкант. Послушал этот альбом. И сказал, что в принципе после этого что-либо играть. Уже смысла не имеет. Потому, что это настолько страшно. Настолько музыкально. Настолько убойно. Что в общем дальше уже не стоит. Это все. И вот всем любителям группы Пантера. Сепультура. Я про всяких тех, что поменьше даже не буду говорить. Типа White Snake. Вот это вот. Все. Послушайте The Power To Believe. И вы поймете, что это в общем все. Дальше уже будет что-то другое. Дальше будет что-то другое. И продолжать в том же духе. Это примерно как пластинка Red. Где Фрип сказал, что все. Тяжелый рок стадионный. Он... Закончился. Закончился, да. Несмотря на то, что на стадионах продолжают рубиться до сих пор. К музыке это не очень большое отношение все имеет. А вот здесь уже... Эта история закончилась. И дальше будет другая музыка. Которую мы собственно говоря и имеем. Ее очень много сейчас. И я не говорю про рэп. Про все эти дела. А группа играет совершенно другую музыку. Сейчас я принесу как-нибудь. Например, там пластинка Motor Psyche. Есть группа такая норвежская. По-моему, норвежская. Если меня память не изменяет. Рок-группа. Играет рок. Это вообще другая музыка. Вообще не та, которую мы привыкли называть рок. Но при этом ты слушаешь и понимаешь, что это рок-группа. Ни фига себе. Оказывается... Вот как можно. Да. Можно и так. Это круто. Это действительно здорово. Еще два концертника таких удивительных. Я принес показать. Вот таким составом уже. Ого. Богато. Выходит на сцену. С тремя барабанщиками. С тремя просто барабанщиками. Зал-то какой. Ну, и вот очень хороший концерт. Три барабанщика. Это пять. The Crimson Project. В театре Орфей. Я ж там был. Был? В театре Орфей, да. А Crimson Project почему называется? Потому, что Кинг Кримсон распался на ряд проектов. И Crimson Project существуют сами по себе. Во всех... В каждом из них присутствует Роберт Фрипп. Но разные составы. Иногда вообще без составов. Иногда Роберт Фрипп один. Вообще очень много пластинок этих самых Project'ов вышло. Уже парень не сидит сложа руки. Есть что сказать. Есть что сыграть. Все время чего-то звучит. Титан. Одно слово. Титан, титан. Всегда радуют люди. Которые ни под кого не косят. А может сочинить что-то свое. Да. И многим не нравится. То, что он сочиняет. Многие автоматически метут все подряд из того, что он выпускает. Хотя совсем разная музыка. У него там амбиентных проектов. Куча целая. Просто амбиентная музыка. Хокусай. Красиво. О! Мое почтение. В общем и мое почтение тоже. Я очень люблю эту группу. И, как я уже говорил, в раскаленной лайве, которая потекла из песни «Эпитаф», я до сих пор сижу закостеневший, выпучив глаза и высунув язык. Вот в детстве как-то мы и не одолели. Я мало слышал. В детстве как-то не вставило. Ну, чем прекрасно... Какие наши годы. Все впереди. Сегодняшние времена. Не надо бегать, не надо искать, не надо знакомых. Залез в Ютуб и насладился. Рыбину позвонил. Все. Мне нужен виниловый проигрыватель. Ты мне обещал навести на правильных людей. Да. Легко. А то я пластинок накупил, а послушать-то не могу. Ну, виниловый проигрыватель потянет такую за собой цепочку. Я умею себя остановить. Всего прилагающего. Как? Помнишь? Выходят два из казино. Оба без трусов, один в носках. Петрович, за что тебя уважают? Да можешь остановить. Отличный. Отличный. Всем настоятельно рекомендую. Это все эти иллюзии, что тут современное, а там что-то старое, да теперь так не играют. Если играть умеют, всегда играют так, что оно натурально в веках живет. И хуже никогда не становится. Все только лучше делается. Если говорить о музыке, то только лучше все. Мастерство гражданина Фриппа меня все время в депрессию повергало. Что вот я вот так не умею и никогда не научусь, блин. Я гоню от себя эти мысли. Они меня часто посещают, когда я слушаю хорошую музыку. Я гоню, я просто ставлю блокировку. Нет. Ну, невозможно уметь все. Спасибо, Алексей. Спасибо. До новых встреч. Кинг Кримсон, прекрасен. Слушайте хорошую музыку. Пока. Благодаря Алексею. Здорово, благодаря. Да. Пока. На сегодня все.